Привет, друзья. Я сейчас нахожусь за границей, как вы понимаете, но, тем не менее, продолжаю следить за фондовым рынком и сейчас я хочу рассказать о новостях, которые касаются акций иностранных компаний. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Недавно, 15 сентября, состоялась очередная встреча руководства открытия брокер с инвесторами, где руководство рассказывало о том, что сделано со времени прошедшей встречи, которая была в июле. На предыдущей встрече я присутствовал, на встрече 15 сентября я не смог, потому что у меня машина была, я говорил, сломана, я присутствовал онлайн. Но, значит, какие новости, тем не менее, и какие перспективы? Смотрите, ну, во-первых, акции все по-прежнему заблокированы, глухо совершенно, и они недоступны. Значит, смотрите, ну, почти все акции, которые были у нас, были переведены по умолчанию в инвестиционную палату, где, ну, вроде бы инвестиционная палата не под санкциями, и там была вероятность того, что их можно, ну, как-то быстрее продать. Но, тем не менее, заблокировано-то все, и заблокирован, на самом деле, счет НРД в Евроклире. И от того, что акции перешли в инвестиционную палату, ничего не изменилось. И, ну, как бы говорят, ну, что, ждем, ну, и теперь, как бы, это дело инвестиционной палаты, которая, ну, скорее выйдет из-под санкций, чем открытие брокера. Тем не менее, значит, часть акций, ну, те, которые остались на ИИСе, они точно остались в открытии, и с ними ничего не произошло, потому что с ИИСа пока нет вероятности никакой, ну, возможности пока нет законодательно перевести эти акции иностранных компаний. И получается следующим образом, что, ну, в принципе, часть акций остались на балансе открытия брокера, и крупнейшие брокеры сейчас, ну, им приходит в голову очень интересная идея. С одной стороны, ну, идут переговоры с Евроклиром о том, чтобы разблокировать, и там какие-то, ну, разные ходы, выходы еще. Первое. Второе. Значит, один из возможных вариантов, это то, что, смотрите, акции-то заблокированы, заблокированы, наши с вами заблокированы Евроклиром, но при этом Центробанк заблокировал акции иностранных компаний, иностранных фондов, которые вложились в российскую экономику. И как бы есть идеи на какой-то вот взаимной основе, ну, как бы обмен пленными, грубо говоря, совершить. И в этом смысле идут переговоры, и в этом смысле идут какие-то телодвижения, о которых, ну, как-то вот рассказывалось. Это первое. И второе. Раз это идет, есть еще одна идея. Смотрите, сейчас мы не можем, ну, как бы управлять своим активом, мы не можем их продать, свои акции, не можем ничего с ними сделать. Ну, купить-то тем более. Вот. Смотрите, какая идея еще витает в воздухе. Это вот следующее. Витает в воздухе следующая идея, что давайте-ка мы кто-то вот крупный, он, централизованно выкупим акции частных инвесторов по какой-то цене. Да. И, соответственно, инвесторы получат за это полноценные российские рубли. Смотрите, что я думаю по этому поводу. Ну, как это будет выглядеть, там были вопросы задавались, что на что будет влиять, менять. Ну, я так понимаю, что будет предложение выкупить типа за 50% от текущей рыночной стоимости. То есть, те активы, которые мы купили дорого, они сейчас упали в цене, и нам предложат выкупить за полцены, типа, вот, аферта. И все сразу выкупаете, получаете вот такие-то деньги, либо вы рискуете не получить ничего. Что я думаю по этому поводу? Я думаю по этому поводу, что это будет, ну, типа, очередной народной приватизацией, очередной, значит, ну, как бы закончится. Через какое-то время люди поймут, что их обманывают. Потому что выкупят эти акции, скажут, ну, все, значит, вот, мы помогли людям, акционерам, но, с другой стороны, частным инвесторам российским. А потом вдруг выясняется, что эти акции этот кто-то крупный, кто выкупил, обменяет с очень хорошей прибылью. И, как всегда, кончится тем, что богатые станут богаче, бедные станут беднее. Поэтому, в общем, я когда покупал акции, когда совершал инвестиции, ну, главный принцип инвестиции, значит, инвестируй то, что ты можешь, ну, как бы сейчас инвестировать, во-первых, и то, без чего ты прямо сейчас можешь, ну, прожить. И будь готов к тому, что ты, если это потеряешь, то это не будет для тебя, в общем, сказать, жуткой катастрофой, на самом деле. Вот, исходя из этого принципа надо, не надо, сказать, там, последнее вкладывать, не надо брать кредиты и вкладывать, ни в коем случае. Потому что вот это будет как раз безвыходная ситуация. Сейчас я, когда инвестировал в свои акции, ну, я понимал, что, да, будут, как бы, взлеты, будут падения, сейчас падения. Сейчас, может быть, их стоило бы продать по рыночной цене, но не по той цене, которую мне предложат, ну, как бы, выворачивая руки. Короче говоря, я думаю, что вот даже если мне поступит аферта на выкуп моих активов по какой-то цене, ну, я буду очень внимательно смотреть. Если это будет аферта действительно по рыночной цене или, там, например, еще с надбавкой, то, наверное, можно согласиться. Но если это будет аферта за полцены, скажем, я думаю, что так и будет, то, в общем, я думаю, что я соглашаться на это не буду и вам не советую. Жизнь у нас стоит из полос, как бы. Бывает черная полоса, бывает белая полоса. Да, сейчас у нас не самые лучшие времена, но они пройдут, я в это верю. И я думаю, что будет инфляция и будет дикий рост всего, и эти активы не просто вырастут, но и начнут приносить прибыль. А когда все, все вообще вопросы эти разрешатся, а это разрешится, ну, я уверен, что довольно скоро. Почему? Потому что, ну, как вам сказать, сейчас я наблюдаю то, что происходило в последние годы советского режима, когда, ну, было очевидно, что он уже не жизнеспособен, и вот это вот агония была, вот это вот дергание всякое. Вот, и Горбачев пытался что-то сделать, но там, он уже, так сказать, было уже поздно, когда, когда все мертвое, то, в общем, сказать, оживить вот это вот достаточно поздно. Я думаю, что сейчас то же самое. Текущий режим, он исчерпал себя, я считаю, я считаю, и не будет роста, не верю я, что вот эта вот система, которая основана на откатах, на каких-то, на, то есть, все своим там и так далее, что она даст бешеный рост. Потому что та система, которая построена, она построена как раз на узкий круг лиц, который распоряжается всеми богатствами, и который больше заинтересован в набивании своего кармана, чем в процветании страны. Ну, вот хоть убейте, да? И сейчас, когда, ну, страна, в общем-то, не в лучшем состоянии, то эти люди, прежде всего, должны, как бы, проявить свои организаторские качества и, значит, двинуть страну вперед. Что они делают? Они, ну, как бы делают то, что они привыкли делать. Они, значит, борются за какую-то долю бюджета, борются за рынок, борются за сохранение своего статуса. Не более того, на страну их, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, чисто на мой, может быть, вы не согласитесь, на страну им, в общем-то, ну, не то, что наплевать. Дело в том, что они понимают, что если страна рухнет, то и им кранты, но ничего они с собой сделать не могут. То есть, ФСБшники ловят, ну, то есть, политики говорят о том, что сейчас импортозамещение, что мы сейчас рванем науку вверх, а ФСБшники продолжают ловить кого? Значит, там, за измену сажать тех же самых ученых. Ну, и какие ученые будут сейчас заниматься подъемом российской экономики, так сказать, вообще, инновациям? Да никакие, в общем-то, я не верю в это. То есть, ну, как бы, здесь нужна полная, как бы, свобода, по крайней мере, ученых, и полный, как бы, поворот всей пропагандистской машины на то, что, значит, вот на достижение каких-то, ну, открытий каких-то научных и так далее, и так далее. А сейчас на что идет акцентирование с телевизора? Ну, вы знаете, на что я не буду об этом распространяться. Поэтому я считаю, что система скоро достаточно придет к своему логическому завершению. Это будет внезапно, это будет неожиданно, это будет резко достаточно, это будет шок. Но мы его должны пережить. Лучше, конечно, переживать его где-то вдалеке сейчас. Ну, здесь я, по крайней мере, вот в Грузии, как вы понимаете, ну, здесь вообще нет агрессии. Вот ее нет вообще. И здесь, конечно, отдыхаешь душой, ходишь, кругом люди прекрасные, они очень дружелюбные и полны любви и, ну, какого-то вот эмпатии ко всему. То есть это вот невероятно, и, как бы, ощущать, и это очень приятно, потому что, вот, ну, нет здесь никакой, еще раз говорю, никакой агрессии, никакого ожесточения. Все друг к другу, ну, как бы, доброжелательно относятся, то есть вообще. Вот, и, конечно же, они все поддерживают Украину, но это не значит, что они прямо там вот так вот к нам плохо относятся. Как вы видите, сейчас достаточно темно, я спокойно говорю по-русски, и здесь, ну, не ощущаю себя в какой-то опасности. Поэтому надо стремиться к такому миру, и, ну, конечно же, всех нас спасет все-таки любовь и взаимное уважение. Это надо возвращать, и об этом надо думать прежде всего. Ну, а акции, они вернутся. На сегодня все. Лайк, подписка, и до встречи. С вами был Дениско Юрий.